Делегация из Кокшетау приехала аккурат к собранию демократических сил. То, что несогласным из регионов все-таки удалось добраться до Алматы, сами они называют чудом. В течение недели их вызывали в финансовую полицию, недвусмысленно намекая, что дело их неправедное. Это не митинг и не акция протеста. Казахстанцы с четкой гражданской позицией решили встретиться и обсудить важные социальные и политические проблемы. Каждый из них понимает, молчать больше нельзя. Власть одержима просто облязово фобией, когда в каждом движении, в каждом протестном движении граждан страны видит руку облязов. Больше часа несогласные не могли собраться вместе. Их передвижение по городу напоминали квест. Автобус сопровождали несколько машин силовиков. Каждая остановка сопровождалась слежкой. Изначально провести собрание планировали в закрытом помещении. Однако сделать этого не удалось. У организаторов собрания была договоренность сразу с четырьмя точками, где можно было собраться. Однако в самый последний момент, практически ночью, мужа на Спантьяровой позвонили и сказали, что там никого не ждут. Мотивировки нет никакой, поэтому в самый последний момент люди остались без помещения. Несмотря на это, гражданским активистам все-таки удалось найти место дислокации. Под палящим солнцем почти 200 человек. Одно из предложений, которое поступило от участников, объединиться в движение. Больше дел, меньше слов. Мы все в разных стран приехали. У нас должно быть ядро. Мы не должны по одиночке где-то там кричать. У нас ядро должен быть, полицовет должен быть, председатель должен быть. Рост тарифов, земельные вопросы и повышение пенсионного возраста. Вот три главные социальные проблемы, которые сегодня волнуют народ. Здесь нет разделений на партии, возраст или политические взгляды. Каждый хочет жить лучше, не кормить за коммунальные услуги монополистов, иметь право голосом. Сегодня власть просто не замечает тех, кто живет за границами их левобережья. Нейтрализация, которую они провозглашают, наполнит содержание. Частично план по нейтрализации оппозиционеров силовикам выполнить все-таки удалось. Одного из главных организаторов собрания Марата Жанузакова и известного политика Булата Абилова люди, отвечающие за стабильность, задержали с утра. Евгения Сазонова, Павел Энгельгард, Алматы, Казахстан.